Всем привет, с вами Оля, а в руках у меня самые долгожданные, самые дорогие и крутые Samsung 24-го года раскладушки Galaxy Z Fold 6 и Flip 6. Разберемся, чем же они стали лучше прошлых версий, ну и чем отличаются друг от друга. Итак, внешний вид. Оба смартфона выглядят стильно, солидно и очень красиво. Вместо глянца теперь матовый корпус и рамки. Это, кстати, большой плюс, потому что отпечатков пальцев практически не видно. Ну и тактильно сразу чувствую, что это прям дорого. Обводка камер, кстати, тоже стала поинтереснее. А вот динамики, порты и кнопки управления без изменений. Что появилось? Это защита от пыли и песка IP48. Раньше была только от воды. Ну а за защиту экранов отвечает усовершенствованный алюминиевый корпус Corning Gorilla Glass Victus 2. Один из самых надежных в истории Galaxy. Теперь смотрим на экраны. У Fold оба экрана Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. А у Flip внешний экран на 60 Гц, а внутренний на 120. Пиковая яркость 2600 нит у Fold на обоих экранах. У Flip только на внутреннем. Линия сгиба и там, и там практически незаметна, но только если приглядываться. У Flip 6 мне, ну очень нравится кастомизация внешнего экрана. Теперь можно установить сюда анимацию, которая будет реагировать на движение ваших рук. Также экран адаптирует фото или анимацию под время суток и даже под погоду. Но основное изменение в этих новинках это, конечно, искусственный интеллект. В обеих моделях уже есть привычная нам функция обвести и найти. Обводим любой объект и находим всю информацию о нем в интернете. Можно, кстати, перевести даже текст с картинки. А еще есть ассистент для заметок. Он может исправить ошибки, сделать краткую выжимку из заметки и перевести ее на любой язык. Но еще функция генератор текста. Она сгенерирует текст с самыми какими-то обычными фразами для ответа по электронной почте, либо сообщения в соцсетях. Здесь уже есть готовые шаблоны и стили писем. Например, вежливый для споров с вашими коллегами, повседневный и профессиональный. Очень полезная функция это переводчик в режиме реального времени. Что удобно, текст будет дублироваться и на внешнем экране тоже. Это же происходит и в новом режиме прослушивания. Отлично, кстати, подойдет для лекций или каких-то конференций. Текст отображается на экране и дублируется голосом, если вы в наушниках. Также есть синхронный перевод. Это поможет во время звонков. Например, выбираю свой язык и язык того, кто мне звонит. Еще здесь можно, кстати, настроить скорость речи. То есть звонит ваш, предположим, англоязычный друг, говорит вам что-то на английском, а искусственный интеллект переводит это на русский. Еще одна интересная функция это сводки. Краткие тезисы любых статей и даже книг. Из прикольных фишек это рисование. Вы залипнете на пару дней точно, как и я. Например, мы берем какое-нибудь фото, у меня это дорога, и дорисовываем машинку. Искусственный интеллект сгенерирует сразу несколько вариантов, как это можно сделать красиво. Ну и плюс, также можно добавить объекты или удалить их. Искусственный интеллект будет заполнять пробелы на фото. Портрет можно обработать сразу в четырех стилях. Комикс, 3D-мультфильм, акварель и эскиз. Например, в мультяшной обработке фото очень напоминают работы Pixar. Ну и теперь камеры. У обеих моделей основной модуль на 50 мегапикселей. Ультраширик на 12 мегапикселей и фронталка на 10. Теперь отличия. У Fold есть телеобъектив на 10 мегапикселей с трехкратным зумом. А фронтальную камеру дополняет подэкранная на 4 мегапикселя. Она нужна для видеозвонков. Flip. Двухкратный зум, но нет телеобъектива. И подэкранные камеры. Цвета получаются очень глубокие, насыщенные, детализация проработанная. А в зуме на 3,2х потери качества вообще нет. Ширик у Fold снимает в стандартных 12 мегапикселях и 50 мегапикселей на выбор. В режиме ночной съемки подавляются шумы и какая-либо смазанность. По видео Fold снимает все-таки круче. В 8К и 30 кадров в секунду. В обоих смартфонах есть съемка 4К и 30, либо 60 кадров в секунду. Как и на фронтальной, так и на основной камерах. Стабилизация и там, и там хорошая. Цвета очень реалистичны. Что с железом? У обеих моделей установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3. Оперативной памяти 12 гигабайт и есть встроенная на 256 и 512 гигов. Но расширить память нельзя. А у Fold 6 есть еще и вариант с 1 терабайтом памяти. Аккумуляторы отличаются. В модели подороже, то есть в Fold это 4400 мАч. Во флипе 4000 мАч. За час просмотра видео флип у меня сел процентов на 7. Fold на 3%. Чтобы восполнить заряд на 50%, нужно всего 30 минут. Новинки тянут тяжелые и требовательные игры. Call of Duty, Need for Speed, Genshin Impact. Скачалось, кстати, все очень быстро. Лагов никаких не было. Играть комфорта. Из приятного. Смартфоны практически не нагрелись. И все это благодаря улучшенной системе охлаждения. А еще есть плюшка для геймеров. Это трассировка лучей, которая отвечает за реалистичное освещение в играх. Динамики. Давайте, кстати, проведем тест и проверим. Сначала на флипе. Включаем. Это максимум. Слушайте, ну звук отличный, никаких хрипов нет. В целом, звучание отличное. Давайте на фолде. Так. У меня такое ощущение, что здесь как будто помощнее. Слушайте, у фолда идеальное звучание. Так что за динамики лайк. Что в итоге? Новинки точно стали лучше. Доработали шарнир, на который могли жаловаться раньше. Чип стал мощнее. Ну и, конечно, множество фишек с искусственным интеллектом. За это отдельный лайк. Какой купить, решайте сами. Но главное, подписывайтесь на этот канал. Всем пока.